всем доброго времени суток меня зовут ланова на моем канале лана 2016 книг и сегодня в этом видео я вам покажу вторую часть своих вязаных изделий связанные за август месяц на данный момент я продолжаю вязать домашнюю обувь я уже связал детские связала себе вязаные домашние тапочки и вот сейчас я приступаю к вязанию продолжая в общем вязать мужские взрослые тапочки здесь у меня вот две стельки здесь я уже связала вязаные стелечки и вот здесь у меня уже связаны две заготовки наверх то есть что я сейчас буду делать я сейчас обвяжу вот эти вот стельки столбиками без накида по кругу дальше я присоединю вот так вот обвяжу уже обвязанными стелечками свои тапочки так вот я вам покажу в общем обвяжу свои тапочки стельки дальше я буду приделывать верхушку своих тапочек то есть вот раз вот два верхушка ну и в самом заключительном моменте уже я буду обвязывать и пришивать в общем вторую пару стелек у меня уже обвязаны вот такие вот стелечки то есть они у меня обвязаны зеленым я не знаю то ли я оставлю то ли я переделал этот зеленый свои тапки я вижу не на продажу а для семьи поэтому мне тут не важно как они будут выглядеть то есть будут ли они зеленым обвязаны в конечном итоге или как в общем я свои тапки вижу из остатков пряжи то есть из той пряжи который у меня есть в общем у меня вот одна пара стелек уже обязана надо обвязать вторую пару стелек ну посмотрим может быть я обвяжу все это салатовым цветом просто вот сделаю такой акцент может быть не сделаем в общем я еще подумаю но на данный момент вот вот такая вот заготовка тапок у меня получается в общем в дальнейшем я вам покажу что из этого всего у меня уже получится кому интересно оставайтесь на моем канале и не переключайтесь в общем я решила перевязать свою вот эту зеленую стельку на синий цвет то есть тон своих тапок вот одну я уже обвязала сейчас обвяжу вторую и вот такой вот результат у меня пока получился то здесь я все соединила с обратной стороны у меня вот так вот это все дело выглядит такие уже тапочки наполовину готовые в общем получили сейчас я обвяжу вот эти вот стельки и уже так вот соединю да вот так вот соединю и обвяжу и получится полноценный тапок в общем сейчас я это все сделаю и в конечном итоге уже вам покажу готовый результат который у меня получится ну вот такие вот так тапочки в конечном итоге у меня получились для дома то есть вот здесь все обвязано провязано вот такие вот стельки с обратной стороны получились они очень мягкие довольно таки плотненькие толстенькие вот это мужской вариант дальше я буду вязать уже белые сапожки как я хотела как я и говорила в прошлом ролике в общем сейчас после этих тапок я приступлю к вязанию белых домашних сапожек сапожки буду вязать на размер ну наверно 36 37 38 тоже обязательно покажу как я буду вязать но это не будет мастер-класса просто вот точно так же буду вам поэтапно показывать что у меня будет получаться кому интересно оставайтесь и смотрите продолжение ну вот я сейчас покажу конечный итог моих тапочек которые у меня получились это вот детский вариант тапок получился это женский вариант обуви получился ну а это мужской вариант тапок уже вот такая вот обувь у меня получилось для семьи это детский это вот мои женские это вот мужские с ребенком любим носить вот такие вот чтобы не спадали с ноги мужчины в нашей семье носят вот такие шлепки в общем я продолжу вязать белые сапожки и уже танец вам тоже покажу свои кипель на белые сапожки которые я планирую связать кому интересно оставайтесь итак я уже приступила к вязанию сапожек в общем вот такие вот стильки у меня сейчас получаются на данный этап я взяла стильку обвязала и столбиками без накида связала вот здесь вязаную стильку все это дело присоединила соединила вместе и дальнейшем я начну обвязывать уже вывязывать сапожки здесь я буду провязывать 4 ряда столбиками без накида по кругу вот так вот дальше я буду вывязывать уже сейчас покажу вот точно так же как вот здесь вот я вывязывала то есть мне пойдет здесь вот столбики без накида с при бабочками дальше я обвяжу точно так же как здесь боковые вот здесь вот стеночки у меня будут на ножке ну и дальнейшем уже здесь вот я буду обвязывать узором шишечки свои сапожки то есть в принципе модель идентична вот этим вот кетом она вяжется точно так же только я буду вязать абсолютно полностью белого цвета без всяких вот вкраплений цветной пряжи то есть она у меня будет чисто белое вот поэтому я продолжу свое вязание и уже в дальнейшем все покажу и расскажу ну вот я закончила свои белые вязаные сапожки вот так вот они выглядят вот такие вот а симпатичные они получились вот здесь как я и говорила провязала столбиками без накида здесь боковушка такая узор шишечки внутри я туда вставила такие колодки так вот они смотрятся изнутри так вот они смотрятся симпатично снаружи это размер 36 38 они у меня получились кому они понравились их можно найти на ярмарке мастеров ссылка в шапке моего канала то есть кому понравились можно приобрести их там ну вот так вот они выглядят я очень люблю эту модельку мне она прям безумно нравится сейчас я вам покажу как они смотрятся и вот так вот смотрится подошва ну вот на этом я думаю я закончила вязание своих белых сапожек дальше приступлю к новым своим изделием а что это будет смотрите дальше вчера у нас на улице была пасмурная погода весь день шел дождик и я разбирала свои небольшие запасы в общем нашла вот такой вот мешок тем не лежит пряжа здесь лежит разные тоже есть вот новые моточки то еще не начатые вот на . и есть уже такие вот куда новые моточки лежат в общем и есть уже такие оставшиеся моточки то есть вот огрызок там огрызок от каких-то работ и я решила немножко их утилизировать то есть вчера весь день сидела и вязала из этих вот ностаточков моточков цветочки сейчас я вам покажу какие цветочки у меня получились вот такие вот цветочки у меня получились в общем я навязала вот таких вот 13 цветочков они получились разные но из остатков пряжи да ну такие веселенькие у них получилось ровно 13 на сумку которую я уже вязала из квадратных мотивов то есть я планировал думала может быть связать сумку из квадратных мотивов но здесь уже видите с такими разноцветными симпатичными цветочками вот но и когда я начала вязать в общем я тут прикинула у меня вот получились вот такие вот белые квадраты получились белые квадраты вот ну и тут я начала вязать у меня получился еще черный квадрат то есть я решила посмотреть из каких квадратов эти цветочки будут лучше сочетаться с черным или с белым скажу так мне нравится этот и другой вариант на черном они более ярко выражены ну а белым такой летний яркий цвет вот теперь думаю таких квадратов не связать либо все черные либо все белые я могу сразу сказать я и за черный и за белый то есть если я бы вязала себе эту сумочку да я вижу просто так то есть утилизирую остатки вот я не знаю оставлю ли я себе либо может быть не ставлю да там уже посмотрим то есть если вот так вот комбинировать но я не хочу комбинировать именно делать 50 на 50 хотя можно сделать и 50 на 50 наверное да что-то черное чтоб с белым но тогда вот здесь шов надо выбирать какую-то одну пряжу я не уверена что это будет красиво все смотреться очень я подумаю какими цветочками в общем сочетать пряжу какого цвета и уже в дальнейшем вам покажу на чем я остановилась либо на белом либо на черном просто белый он более летний черный уже такой более осенний наверное повседневный то сейчас уже приближаются холода дворе уже сентябрь месяц планируется не отлично подойдет как раз черный вариант там по черную куртку черное пальто уже такие оттенки темные белый конечно больше под белые в общем я подумаю еще и обязательно вам покажу на каком оттенке я остановлюсь либо черный либо белый вот такие вот квадро и цветочки у меня получились то есть они связаны именно из остатков вот в общем я остановлюсь на каком-то варианте и уже в дальнейшем вам покажу и так они не плохим неплохо смотрятся такие яркие сочные мне очень нравится в общем приступлю дальше к обвязке уже покажу на каком варианте я остановлюсь я остановилась на белом оттенке пряжи вот такие вот квадратики меня получились я вот так вот уже разложила и сейчас все это дело мне нужно будет соединить соединительными столбиками чем я сейчас начну потихонечку это дело все сшивать соединять и уже в дальнейшем вам покажу что у меня получится ну вот я все квадратики пока соединила между собой сейчас это все дело переверну и сошью уже окончательно форме сумки пока это все такое не культяпистая не красивая вон швы вот эти везде все но дальнейшем это все обработаю будет красота ну вот я сумочку полностью соединил вот такая вот она не получилось малышечка такая симпатичная в общем как только я это делаю сделаю здесь ручки уберу все хвостики отпарю либо постираем посмотрим в общем что важнее будет как она себя поведет дальнейшем и обязательно вам в общем покажу готовый вариант этой сумочки ну вот я закончила вязать свою сумку вот такая вот она у меня получилось вот такие вот выпуклые цветочки получились разные ну вот такой вот размер у нее получился в общем белая обвязка вот это белая пряжа от кавказская пряжа в клубочках и вот такая вот в итоге она у меня вышла я уже внутри убрала все лишние нитки подкладку я делать не умею и не буду то есть я ее ставлю так вот почему такая вот яркая она получилась сейчас я вам покажу как она смотрится на ручки двери и что-нибудь в нее положу вот этот цвет прям такой ядреный их не за счет этого вот здесь как будто светлячки такие получились в общем сейчас я повешу на дверь и покажу ну а вот так вот сумка уже выглядит на ручке дверей я вот повесил эту сумку на ручку двери чтобы вам показать как она выглядит она получилась такая маленькая миниатюр ненькая за счет того что здесь пряжа я вязал из остатков в одну ниточку здесь пряжа детский акрил вот белого цвета это кавказская пряжа в клубочках и получилась она намного меньше чем я вязала в свою зеленую сумку хотя вязала все точно так же и 2 для меня такой вот это вот эти вот цветочки то есть я здесь уже вывязывал именно цветочки такие выпуклые меня нету да то есть мне хотелось сделать именно цветочки в общем такая вот она получилась на мой взгляд она какая-то детская получилось что с ней делать дальнейшем я не знаю может быть я ее подарю кому-нибудь может быть себе оставлю в общем в дальнейшем будет видно вот такая веселенькая все-таки в черном цвете мне больше понравилось бы и скорее всего может быть не знаю не буду загадывать не буду планировать но дальнейшем я попробую связать себе уже из черной пряжи но опять же сделаю так чтобы у меня размер был чуть побольше учитывая мои мой вот этот вот опыт да то есть у меня получилась мини сумочка такая вот я уже сделаю так чтобы она получилась довольно таки стандартного нормального размера в общем на этом я вязание этой сумки заканчиваю и уже приступлю к новым своим вязаным изделиям а какие будут это изделия я в дальнейшем обязательно все покажу кому интересно оставайтесь и смотрите продолжение ну а вот так это сумочка смотрится у меня в руке то есть я ее взяла специально чтобы вам показать масштабы и габариты этой сумки то есть вот такая вот она у меня получилась видите такая вот ну что-то средне не скажу что она маленькая но и не скажу что она прям большая почему такая вот она получилась вот так вот я сейчас накину вот так вот она смотрится как бы в принципе сумка неплохая такой летний вариант получился но единственное на мой взгляд она кажется детской ну как я не знаю мне вот эти вот цветочки кажется уж очень детскими то есть я думаю для какой-нибудь там маленькой девочки ходить летом с мамой там гулять в магазин складывать сюда какие-нибудь там игрушки свои будет самое оно ну вот так вот самой ходить уже ну как-то не знаю в общем я пока в раздумьях либо оставлю себе ну либо куда-нибудь пристрою ее вот что вы кстати думаете напишите детский это вариант или нет взрослому тоже можно с такой уходить хотя у нас есть такие взрослые что ничего не стесняется ходит как хотят и делают что хотят да в общем вот такой вот вариант у меня получился чем я подумаю и уже в дальнейшем вам расскажу судьбу и историю эти сумочки у нас у знакомых родился в семье второй ребенок мальчик и моя вторая половина меня попросила сделать какой-нибудь небольшой презент чтобы поздравить своего знакомого друга одноклассника в общем с рождением ребенка и сейчас я вот из этих вот памперсов которые были куплены также на скорую руку это у нас импортозамещение вот первый раз такие памперсы вижу я покупаю заодно посмотрю какие они проверить я к сожалению не смогу качество этих памперсов но свой торт в общем свой презент я буду делать из этих памперсов в общем я планирую сделать тортик из памперсов я вчера связана вот такие вот пинеточки это пинеточки на такую среднюю ножку то есть они идут на три месяца наверное где-то но как раз приближаются сентябрь месяц теплое время как говорится холодное время теплые пинеточки вот в общем я вчера связала в общем купила вот такие вот памперсы здесь у меня есть бумага ленточки и сейчас я буду делать небольшой презент в общем хочу сделать тортик из памперсов в дальнейшем вам все покажу я расскажу какой он мне получится кому интересно оставайтесь в общем вот такие коржики у меня пока получились вот таких вот три коржа из двадцати восьми памперсов сейчас эти коржи буду одевать и преображать в общем вот такой вот тортик из трех коржей у меня получился сюда поставила пинеточки в общем так вот я его украсила обычными ленточками и вот такой вот он получил сейчас я вам покажу как он смотрится и вот такой вот тортик в конечном итоге у меня получился я не занимаюсь тортами из памперсов то есть я их не делаю ни на продажу ни на заказ это чисто вот меня попросил супруг поздравить его друга одноклассника с рождением ребенка ну такой вот скромненький презентик у нас получился довольно таки бюджетный и себестоимость он получился не такой уж дорогой вот я думаю надеюсь что он понравится родителям новорожденного малыша по крайней мере я старалась вот спасибо всем кто досмотрел мой ролик до конца и кому было интересно что из всего того что я показывала в начале видео у нас в конечном итоге получится сейчас я этот тортик одену в пленку и уже покажу вам полностью абсолютно готовый вариант как он будет презентоваться как его будут дарить всем кому интересно оставайтесь ну вот я и решила зафиналить вам показать финальный вариант моего тортика из памперса я его упаковала и вот в таком вот варианте он поедет к своим обладателям в общем я его сделала из того что у меня было бумага вот такая вот у меня была ленточки разумеется у любой рукодельницы я думаю они есть ну вот такие вот пинеточки связанные вручную из пряжи такой вот презент я думаю вам понравится у меня получился в конечном итоге я его упаковала все это готовый вариант хорошо бы туда добавить открыточку с поздравлениями но я думаю поздравления будут на словах в общем всем спасибо кто досмотрел мой ролик до конца кому было интересно конечный результат этого изделия сейчас я вам его вот так вот покручу и покажу вот так вот он смотрится спереди сзади сбоку вот да это не вязание но сюда входит вязаные пинеточки и сделанные своими руками тортик то есть тоже можно считать моей работой в этом месяце который я сделала своими руками все в общем я буду продолжать дальше делать свои изделия опять же уже не могу сказать какие они будут полностью вязаными или может быть что-то пойдет не так и будет что-то новенькое это вы увидите уже в дальнейшем в моих роликах всем спасибо за просмотр спасибо всем кто досмотрел это видео до конца кто смотрит мои ролики кому они интересны всем большое большое спасибо что проявляете интерес к моим изделиям и тем самым мотивируйте меня на дальнейшие мои вязаные работы то есть на дальнейшую съемку моих работ потому что можно просто сидеть и вязать да и не показывать никому а можно еще и показать другим все на этом я свое видео заканчиваю будьте здоровы живите богато не болейте до новых встреч пока пока следующее время здесь был Продолжение следует...